Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, он поинтереснее, чем кофе, по крайней мере. Ну, у него, например, если к кофе какие-то претензии есть, типа вред и так далее, тогда нельзя, спасибо. То у него более такие положительные отзывы, показатели там. Чистая энергия. Да, полезный там для чего-то и так далее. Ну, по крайней мере, весь рамазан мне весь мозг проел, что он супер полезный. Поэтому... Когда ты пьешь, есть ощущение, что это полезно. Ну, знаешь, даже бывает что-то невкусное, да? Ты не любишь это. И потом в один момент тебе говорят, это так полезно. И ты хоть любишь, не любишь, ты ее начинаешь есть как бы. И в один момент она начинает как-то нравиться тебе, да? А ты можешь себе позволить, знаешь, что-то нибудь такое, типа фастфуда, картошки фри, что-то в этом роде? Нет, я могу позволить себе. Фромбургер. Лучшие бургеры. Халяльная котлетка, стомленное мясо. Ммм, зачем ты спросил? Фромбургер. Жаль, что его нет в Дагестане. Вот в Дагестане я сейчас залетел бы в Фромбургер. А где есть? А таком в Москве. Халяльный, да? Да, несколько там, несколько точек. Как в Мафсар, Явлоев меня пригласил как-то попробовать. А, это ж его, да, получается? А, и с тех пор вот... Блин, а я... Хочу пробу бургер. А я в Дагестане не пробовал. А пробуй обязательно. А в Магдате когда в последний раз был? Нет, не уважаю. Все, понятно. Эти бургеры я не уважаю. Бургер должен быть халяльным, чистая кафетка, настоящее мясо должно быть. Все ингредиенты должны быть настоящими. Смотри, если мы отдельно кушаем помидорки, отдельное мясо, это нормально, даже. Кусочек хлеба, отдельная помидорка, отдельное мясо, даже. В какой момент, если это все совместить, это становится ненормальным? В какой момент? Когда есть вопросы к ингредиентам, да, майонез, не майонез там и так далее. Правильно? Война, майонеза, не майонеза. Война, майонеза. Мухаммад, вот сколько сейчас человек вообще занимается подготовкой Амады к бою? У нас одновременно занимается 5 человек, то есть это Катман, это Каир, еще Азамат у нас из Осетии, это реабилитолог, он проводит реабилитацию, травмы и так далее, ну то есть очень полезный нам человек. Рамазан, соответственно тренер по ударке, я тренер по функционалке и по борьбе и кто пятый человек у нас? А, ну и у Мухаммада появился водитель. Водитель? Да, чтобы он вообще ни от чего не отвлекался, то есть у Мухаммада полный комплект. Чтобы не напрягался за рулем, не тратил нервы и прочее. Полностью подготовку и самое главное, это помогает ему не нарушать свой режим, он все успевает вовремя. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В этот момент он немного потряс сам себя, то есть потерял бдительность и так получилось, что Токов забрал руку. И Магомед в этот момент, как он рассказывает, он думал, что он может просто взять, выдернуть свою руку и опасности нету. На самом деле, может быть, Магомед был настолько уверен в своих силах, но не был готов к тому, что Токов-то тоже очень сильный в этом плане. И так получилось, что Магомед расцепил захват и пошел болевой. Дальше он уже не забежал в ту сторону, которую надо для того, чтобы защититься, а зашел сам к нему. Зашел между ног, то есть застряла нога и пошел болевой. И оттуда уже тяжело было выбраться. Я думаю, там была бы травма. Я так скажу. Но факторов много. Вот именно этот бросок, о котором многие там, ну, основной тренер Владимир Осия, я сам кричал не бросать. То есть половина, кто разбирается, кричали не бросать, а Зал кричал, орал прямо бросай, Мага, бросай Мага. И Мага послушал и бросил. Выполнил бросок и получилось так, как получилось. Так что нужно слушать тренера, в первую очередь. Что касается потенциальных соперников Маги, чаще всего обсуждаются имена Минеева и Шлеменко. Ну, по традиции. А Токов, он опаснее их? Ну, судя по... Смотри, они все опасны, каждый по-своему. И Токов опаснее. В сочетании с тренерами Федора и Расул Магомедалиева, он опаснее. А, Мухаммад, вот ты лично, ты сколько боев Анатолия смотрел? Вот так вот, если вы его коротко хотите просто характеризовать, как бойца, что бы сказал? Не скажу, что я там смотрел 10-20 боев, но основные его бои я смотрел. И в последнее время он был намечен нами как соперник, и мы готовились к этому реваншу. Я пересматривал его бои. Смотрел бой с Эмеевым Рамазаном. Это тоже наш близкий человек, который помогает нам в подготовке. Смотрел еще с чеченцем бой в СЕ, рубка у них была. Смотрел последние бои Беллатор. Скажу так, Токово добивать не каждый сможет его добить. Он терпит, хорошо держит удар, сам быстро отстает с партера, начинает на выходе сразу атаковать такой, то есть, агрессивный бой от него надо ждать. И характеризую его как крепкий орешек. Прямо вот это его призвание. Он реально крепкий боец. Пробить его очень тяжело. Нужно рассчитывать на всю дистанцию. Я у Рамазана уже спрашивал. Интересно и твое мнение услышать. На данный момент он более опасный соперник, чем Шлеменко и Минеев. Я думаю, да. Токов уверенно выиграл у Шлеменко. От Минеева его отличит то, что он более опытный именно в ММА. И отличит то, что он выходец из Федор Тим. Мне всегда эта школа импонировала. И угроза присутствует именно от их учеников. Так что Токов, я думаю, среди них номер один. Так скажем. Минеев делает все хорошо, но ему не хватает борьбы, гранд-энд-паунда. Не хватает именно навыков ММА. Но защищается хорошо. Очень хорошо защищается именно от Магомеда Исмаилова. И мы это видели все. И надо готовиться по новой. Надо готовиться к реваншу. Ты бы хотел, да, то есть увидеть этот поединок. Мы готовимся к реваншу. Ты бы хотел именно по ММА выпускать? Мы с Магомедом, когда обсуждали, мы остановились на ММА. Не знаю. Там уже как-то... Кто больше денег предложит, наверное, их это больше всего. Это логично. Да, это их больше всего. Я так как болельщик, конечно, по ММА их волнен. Я хочу по ММА, если честно. Да, я вас понимаю. Я и болельщиков понимаю. Потому что бокс – это стихия Минеева. Я так скажу. Ну и вообще, бокс – это бокс. Бокс – это бокс. А здесь нужно в реванше именно решить, кто сильнее в фулл контакте, в полном контакте. Мне кажется, что мало кто тейпируется именно на тренировках. А почему ты так делаешь? Почему ты так делаешь, Мухаммад Каир? Там мы уже старые. В завершении идем. Нужно грамотно подойти к концовке. Из-за этого, чтобы не забрать с собой лишних травм. Коротко говоря, Мухаммад Каир хочет сказать, что я уже хрущевский щуешь. Что я старый. И вот нам необходимо немножечко сохранять руки, сохранять тело. Видишь, я прохожу сюда сонный, тяжелый. Чаще всего меня заносят сюда в зал. Толя, будет смотреть этот интересный выпуск? Как думаешь? Что говоришь? Толя, интересно будет смотреть этот выпуск, да? Слушай, мне кажется, Толя не особо часто смотрит. Давай для Толи, давай про Толи будем говорить. Так. Чувствую себя просто великолепно, Вай. Просто невероятно. Эти тейпы для того, чтобы я сейчас встал и порвал их, знаешь, на лапах. Вот такая ситуация. Вай, как тебе объяснить? Чтобы у Рамазана руки не болели, когда я буду бить парень. Это для Толи. Теперь давай как есть. Просто все хрустит, свистит. Заносят в зал. Тяжело бывает. Мухаммад Каир говорит, да, Мухаммад Каир говорит, ничего страшного, терпи, говорит. Мы немножечко, говорит, усмирим твою боль вот этими тейпами. Вот так и двигаемся. Мага, че такое грустно? Может, ты живешь не в зоне комфорта? Как бы живу вне зоны комфорта. Мага, ты что, меня ненавидишь? Я все больше его ненавижу. Мага, давай без ненависти. Дай бог, брат, без травм. Хорошей подготовки 9 марта, чтобы мы оба были здоровы, без травм. И провели красивый, хороший бой. Обращение Толика тебе понравилось? Да, я кайфанул. Но, слушай, это... Я люблю, когда так поступают, когда так делают. Почему? Потому что у меня появляется лазейка для продолжения. Для продолжения банкета, так сказать. А так я реально посмеялся. По причине того, что меня отвлекли там тренировочным процессом, или что-то было, я отвлекся, не успел оставить комментарий. Но сейчас, обязательно, выходя из зала, это сделаю потому, как я реально повеселю. Реально у меня повеселю. Я посмеялся. Ну и написал ему в личных сообщениях. А, ты ему в личку написал? Да. Что написал? Я написал... Это, конечно, очень смешно, я ему написал. Но я это так не остановился. Понятно. Но Толик добряк. Да, однозначно. Знаете, я же тяжело переносил это поражение, на самом деле. Но в один момент, когда ты узнаешь человека, там, о его достоинствах, хороших качествах, ты понимаешь, что, ну, о нем, если говорить, что больше положительно говоришь, нежели даже отрицательного нечего сказать, как-то легче ты уже относишься к этому, думаешь, ну, проиграл, проиграл, да, хороший парень. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Вот как я кого-то выигрываю, да, я пытаюсь оставаться хорошим человеком, хорошим человеком, да, хорошим парнем. И когда мой оппонент, проигравший мне, видит мое достойное поведение и так далее, ему бывает легче. Вот так же и мне в отношении Анатолия Токова. Когда я вижу, насколько он хороший, такой добрый, красавец такой, вот, мне становится легче. Анатолия Токова Вот Азамат, как бы, отвечает за общее состояние моего тела, за то, что какой бы я сюда сонный не пришел, я мог начать работать, как бы, чтобы я много не ныл. А поныть я люблю во время подготовки. Любишь? Как все тяжело, как все надоело мне. Это все за кадром остается. Так. Ну ты злой, мне кажется, становишься во время подготовки, ты злее однозначно. Ну, бывает раздраженный. Но я больше, как бы, больше я ругаюсь с невоотучивленными предметами. Ага. С тумбочкой там? Могу, серьезно могу. Вот клянусь. Затем ногой там ест ее, допустим. Нет, вот там лифт проехал мимо меня, я могу сказать, ты там, черт, блин, там с лифтом бывает. А потом, когда мы уходим, я говорю, зря я так с лифтом, да, ребятам? А то он еще сострянет еще. Он же не человек, говорит, он невоотучивленный. Я говорю, ну сейчас привычка не войдет в меня, я говорю, потом вдруг человеку так скажу. Ну, бывает вот так могу, Павел Ильич. Я так расскажу, как примерно день начинается, чтобы более-менее порядка. Да, ну, как утром Мухаммад встает, утро у нас начинается. У кого-то с кофе, у кого-то с молитвы о дальнейшем идет у нас зарядка, определенная зарядка идет. Эта зарядка час-полтора времени занимает. И перед каждой тренировкой у нас час-полтора времени дополнительно еще времени уходит. То есть, либо домашняя работа идет, то есть, без нее никуда, ежедневно. То есть, если один день мы пропускаем, уже определенно это сказывается на его организме. Что мы делаем? С годами накопилось много травм, с возрастом организм меньше компенсирует определенные сложившиеся с годами проблемы. Мы стараемся где-то их решить, где-то поддержать, чтобы эти проблемы его не беспокоили. Мы занимаемся балансом его тела, чтобы как и костный, так и костально-мышечный баланс у него был. Мы стараемся, чтобы и моральный его настрой всегда был хороший. То есть, как говорится, если головы нет, то дурная голова ногам покоя не дает, и мы этот момент стараемся обходить. Ну и в целом, что сказать, есть много вещей, если вы бы последили хотя бы за одним днем, как у него один день проходит, вы бы подумали, как он вообще туда выходит и как он вообще дерется, как он вообще тренируется в такой момент. То есть, очень много травм, очень много травм. И вот эти травмы, мы с ними так работаем, чтобы Магомед выходил и показывал серьезные результаты. Многие его пытаются списать со счетов, но я скажу так, что рано его списывать со счетов. Он еще может серьезные результаты показать. Слава Богу, Всевышний дал нам силы закончить тренировку, плодотворно. Очень рад, что все получилось неплохо. Вот в таком снаряжении приходим в зал. И в таком же уходим. Что могу сказать. Все, короче, мы готовы. Выходите на пик форум постепенно? Да, конечно, потихоньку, еще рано на пик выходить. Ну да, именно на пик, чтобы быть рано. А так потихоньку мы от тренировки к тренировке набираем. И объем набираем. В ближайшем бою, конечно, будет спад. Пока что набираем объем работы, увеличиваем тактическая, мозговая работа. Так что будем думать в бою. Спортсмен думающий лучше, чем спортсмен не думающий. Так что мы учимся думать во время боя. То есть это очень сложно, это непросто. Но будем развиваемся. Рамазан, а вам сколько лет напомните? Мне 44. Будет вот сейчас, через месяц. А вам бой никто не предлагал? У меня своя работа. Смотри, у каждого человека. Тренер должен заниматься тренерской деятельностью. Хотя я даже до тренера тоже еще мне учиться и учиться. У каждого свое действие. Ну, я держу себя в форме, готовлюсь. Ну, как готовлю? Тренируюсь, да? Держу, мне так лучше чувствую себя. Не обязательно, когда ты 44-45 лет, ходить толстым, еле там, как сказать, еле дышать, да? Проблемы с кардио иметь. Нужно всегда тренироваться и быть в форме. А так чувствую себя прекрасно, великолепно. Ну, это у каждого человека должна быть своя работа. Поэтому, а так, если предложение будет хорошее, интересное, какие-то предложения можем и рассмотреть. Ну, можем, да, рассмотреть, конечно. А так, повторяюсь, у каждого человека свое направление. Вот так. Нет, нет, ну, артистизм у него есть свой, нет? Ага, вот это, Бадон. Да. А, Бадон, он зашел на мою территорию, мне не стоило так делать, а Бадон. Ну, 1-1 будет у вас счет. Пока что 1-0 он выигрывает. Ты должен ему сделать Кимура в инстаграме, слышишь? А? А? Давай, выйди на Кимура. Он не в ту сторону забегание сделал. Он не в ту сторону сделал. Давай, газ. То, что он ролик это выставил, ответный, Анатолий Токер. Это вот как мага совершил ошибку в бою первом, где он забегание не в ту сторону сделал и попался. Он совершил забегание не в ту сторону. Это его ошибка. Пусть ждет ответный удар сейчас. Сейчас Кимура, вот уже выход, на выход попался, он сейчас мага Кимура сделал в следующем видео. Так что ждите, ребята. Ага.